Физкульт привет! Друзья и ученики и просто случайный зритель. Сегодня в очередной раз приведу самые основные законы натурального тренинга. Заповеди, если хотите. Для тех, кто тренируется натурально и хочет максимального развития и пользы от своих тренировок. Эти законы действуют как для мужчин, так и для женщин. Закон первый. Вы должны соотносить восстановительные возможности вашего организма с планом вашего тренинга. Только так, а не иначе. Ибо большинство людей поступают совершенно по-другому. Берут программы тренинга профессионалов и пытаются применить их к себе. Забывая, что проатлеты только и делают, что спят, едят, тренируются. Одно это уже увеличивает восстановительные способности этих людей. Не говоря уже о фармподдержке. Если ваш тренировочный режим не соотносится с восстановительными способностями, то все, что вы делаете, не будет давать вам положительного результата. Попутно нанося ущерб вашему здоровью. К двум важным восстановительным процессам относятся сон и питание. Закон номер два. Время силовой тренировки не должно превышать 50 минут. Это именно основной части тренинга. Не считая время на разминку и на заминку. Если вы не укладываетесь в это время, значит ваш тренировочный план не верен. С точки зрения построения процесса именно для натурала. И вы не стимулируете анаболические процессы. На что и должен быть направлен грамотный тренинг. А наоборот, стимулируете катаболические процессы. При таком раскладе, сами понимаете, ни о каком росте мышц не может быть и речи. Здесь еще раз хочу обратить ваше внимание. Ибо многие не понимают. Когда я говорю о 50 минутах силового тренинга, имею в виду именно силовую часть тренировки. В которую не входят ни разминка, ни заминка. На которые необходимо свое определенное количество времени. Как делать разминку и заминку, вы можете прочитать в других моих статьях. Либо в видеороликах. Закон номер 3. Работать человеку, тренирующемуся натурально, необходимо преимущественно со свободными весами. Сводя к минимуму работу в тренажерах. Что даст больший стимул к росту силовых показателей. И мышечной массы. В тренажерах хорошо работать при тренинге на окислительные мышечные волокна. Либо при тренинге на промежуточные мышечные волокна. Во всех других случаях гантели и штанги дадут больший эффект. Закон номер 4. Приоритет и основное стремление в силовой работе всегда должно быть за ростом силовых показателей. Особенно на первых шагах тренинга. До достижения определенных силовых показателей. В четырех главных упражнениях. Приседаниях, становых тягах, подтягиваниях и отжиманиях от брусьев. Только по достижению этих силовых нормативов есть смысл к переходу на тренировки культуристической направленности с плавным переходом на тренинг всех типов мышечного волокна. Окислительных, гликолитических и промежуточных. Каждый из типов мышечного волокна требует своей узконаправленной тренировочной стратегии на гипертрофию, на силу и на выносливость. При всем при этом, периодизационный цикл строится таким образом, чтобы каждая новая тренировка на одну и ту же мышечную группу носила новый характер и тренировала новый тип мышечного волокна. Грамотно составленный цикл периодизации будет растить силу на каждой новой тренировке, что невозможно в принципе при линейном и любом другом подходе к тренировочному графику. Закон номер пять. Кардио работу проводить только в интервальном режиме, в отдельные от силовых тренировок дни. Что касается классического кардио, то оно применяется только в качестве общей разминки до силового тренинга и заминки после него же. При злоупотреблении классической кардио работой, да еще и после силовой нагрузки, будет тормозиться не только процесс роста мышечной массы, но и процесс жиросжигания. Напомню, что тренировать сердце отдельно не нужно. Это миф безграмотных людей. Будет полезно гулять перед сном на воздухе, в легком режиме, не вызывающем проблем с дыханием. Закон номер шесть. Соблюдать баланс между приемом важных нутриентов, белков, жиров и углеводов, так называемое БЖУ. Не опускаться ниже отметки в 1200, а для кого-то и 1500 калорий в сутки, так как это приведет к плачевному результату от тренировок, да и состояния здоровья в целом. Дефицит калорий создавать за счет физической активности, а не за счет понижения калорийности питания, ниже приведенных выше цифр. При желании и необходимости избавляться от жировых накоплений. Закон номер семь. В силовом тренинге помнить, что лучше слегка не доработать, нежели переработать, перегрузив весь организм в целом и отдельные его системы, что не только затормозит все процессы, но и отбросит вас назад от ваших целей и задач. Друзья, придерживайтесь этих законов, и ваш тренинг всегда будет продуктивен и полезен. А ваше здоровье будет не только сохраняться, но и улучшаться. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор, если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока, сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok